На самом-то деле, все рейдерство, о котором мы говорим уже почти час, делится на два основных пласта. Тихое рейдерство – это то, о котором мы сейчас говорим, когда фермеры и крупные, и средние сельскохозяйственные предприятия разным путем, в том числе и обмана, получают право на использование земли. Почему тихое? Потому что, как правило, это дальше передача, исков не идет. И громкое или горячее рейдерство – то, с чего начиналась передача, когда уже у этих фермеров и средних сельскохозяйственных предприятий другие, более ушлые и хитрые товарищи пытаются забрать то, что выращено на этих гектарах. И происходит, действительно, это, как правильно мы сегодня говорили, в течение, мы говорим уже, допустим, о горячем рейдерстве или громком, происходит в течение нескольких недель в году. Да и, само собой, разумеется, вопрос, что же делать? Что делать тому владельцу, как бы не владельцу, а уже фермеру или сельскому предприятию, или сельскохозяйственному, который сегодня имеет разные документы, но оно эксплуатирует эту землю, оно выращивает. И действительно получается так, что, к великому сожалению, основа рейдерства заключается в том, что в каждом шкафу этих предприятий или фермерских лежит или стоит так называемый скелет. То есть они изначально, вот коллеги кивают, значит, они с этим согласны, изначально что-то делали не по закону. И в таком случае, действительно, жалобы это нормальное явление, но самый главный вопрос, который, наверное, сегодня было бы интересно услышать, в том числе и таким фермерам, а что же им делать? Все равно, сегодня они имеют документ на пользование этой землей. Сегодня уже урожаи заканчивают убираться, в основном уже убраны. Как защитить себя в этот момент? Абсолютно правильно то, что говорил Роман о системе СМС-маячок. Когда ты подключен к этой системе, ты понимаешь в считанные минуты, ты получаешь информацию о том, что в госреестре произошли изменения твоего права. Ибываются, еще не отбываются, но отбываются. Да, произошли изменения по тому, что ты имеешь право пользоваться этой землей. И, само собой, разумеется, в этой ситуации ты уже можешь дальше действовать таким образом, чтобы не допустить. Потому что, коллеги, правильно сказал кто-то сегодня, это бандитизм. Так вот, эти бандиты, они что же боятся? Они, по большому счету, боятся войти в полноценную конфронтацию, с одной стороны, с вооруженной охраной, с другой стороны, с большой массой людей. И все чаще они уходят с площадки, когда они видят, что их готовы встретить. Так вот, в такой ситуации, что делать фермеру или хозяйственному предприятию? Это, первое, это нанимать охрану, а второе, поднимать тех людей, которые могут его поддержать. И, как ни сложно, но все-таки этот месяц созревания урожая, стоять по периметру и охранять то, что ты боишься потерять. Поэтому, когда мне рассказывают огромное, я только вернулся, объезжал всю Николайскую область, когда мне рассказывают, ну вы же понимаете, что это стоит денег, я понимаю. То есть, когда у тебя все забрали, и ты плачешь, говоришь, у меня все отобрали, я невиновен, меня подставили, обманули, хотя на самом-то деле тоже тут все не очень однозначно, но факт такой, урожай у тебя отобрали, у тебя нет ничего. С другой стороны, ты мог бы обратиться в том числе и в государственные правоохранительные органы, вот бывшая вневедомственная охрана теперь, да, да, вот, которые могут осуществлять подобную деятельность. Ты предоставляешь документы, по которым ты имеешь право на этот урожай. Это превентивная мера, но это мера, которая сегодня может работать. Рейдер боится света, рейдер боится ответа. Коллеги, давайте все-таки, наверное, вернемся к теме, с вашего позволения, вот этого рейдерства, потому что на самом-то деле это на злобу дня. Сегодня еще не все урожаи собраны, и не со всех таков перевезен он на элеватор и продан. Продолжение следует...